Всем привет! Да, друзья, сегодня у нас 22 февраля, и сегодня у нас продолжается шторм на острове. И чтобы ветер вам не докучал в микрофон, я ушла, конечно же, на студийную озвучку. Но всё равно, посмотрите, какой красивый вид я нашла для вас. Это у нас опять красоты города Вентнер. Отовсюду, откуда ни возьми его, всё прекрасно и красиво. Я сегодня утром в эту очень интересную дату 22.02.2022 уже сделала утром вам своё видео. Очень торопилась, сделала коротенькое. Ну, а вообще-то я сегодня целый день опять гуляю. И хочу, вы знаете, вам сегодня я показать, как же здесь у нас на вот этом вот обрывистом берегу города Вентнер, в самом-самом центре, я показывала вам уже дважды, как у нас там случился обрыв, обвалился берег, практически вся улица там с краю обвалилась. И люди некоторые стали даже срочно продавать свои квартиры. Ну и вы знаете, я обещала вам показать, что же там в конце концов у нас произойдёт, и что случится с этими домами. И вот я пришла опять на этот угол. И так как я вам обещала, я вам подробно сегодня всё опять покажу и расскажу. И даже работы здесь, посмотрите, проводятся очень на хорошем хай, на таком скалолазном оборудовании закреплены рабочие, потому что они здесь на самом краю стоят, конечно. Это надо бы... Надо бы не бояться. И показывает мне, что у него страховка чудесная. Я вот только не пойму, что тут можно сделать и как, и что они делают. И один и второй с такими страховками, не дай бог, оборвётся. Окей. И вот смотрите, здесь схема реставрации вот этой обвалившейся улицы. Как она будет выглядеть после реставрации. Практически так же. Ну вот видите, они нарисовали схему тут. Они её здесь каскадами будут укреплять. Вот так. Осенью 22-го года они обещают закончить реконструкцию. Я же тут ещё раз прошла по этой закрытой территории. Но она закрыта для машин, для пешеходов. Всё ещё можно здесь ходить. И показываю вам опять. Вот как бы мне казалось, что здесь такой страшный обрыв, который практически подошёл уже к самому порогу всех этих домов. Как выяснилось, эти дома, они куплены довольно богатыми гражданами Соединённого Королевства, которые живут на материке. А сюда приезжают только на отдых. Вот это вот показываю вам опять самое страшное место. Я показываю вам его ещё до того, за два дня до того, как там стали работать вот эти скалолазы, которых я вам только что показала. Это два разных дня и две разных съёмки. Просто меня это, конечно, интересует место. Во-первых, я здесь гуляю очень часто. А во-вторых, мне всё-таки интересно увидеть, чем закончится вся эта история. Так вот эти все красивые, огромные дома, это просто holiday home называется. То есть вот дома, которые покупают богатые англичане себе только на период отпусков, на каникулы. В остальное время здесь стоят закрытые эти дома, либо они их кому-то ещё сдают. Поэтому не всё так страшно. Что я выяснила ещё? Я встретила здесь местную жительницу. Она, конечно, не в самом этом доме живёт, расположен который вот здесь на страшном этом месте с вот таким вот обрывом некрасивым. Но она постоянно тоже гуляет здесь и следит за тем, что происходит. И когда я сказала, что какая здесь большая проблема у людей, big dangerous, как говорят по-английски, она сказала, нет, никакая это не особо и не проблема. Вы знаете, всё уже они согласовали. Их пришли, большая строительная компания, пришли люди с этой компании. Они их оповестили о том, что всё они смогут сделать, что всё здесь будет укреплено. И вот я помню, даже я показывала вам именно вот этот вот дом угловой. Здесь продавались квартиры. Когда только случился этот казус, все эти видео вам выйдут сейчас вверху, чтобы вы их посмотрели опять, кто не видел. Как это всё выглядело, это всего лишь, наверное, случилось в прошлом году. Как раз здесь в стране был локдаун и вот эти все ограничения по ковиду. Возможно, что именно это и послужило, в общем-то, небольшой панике, которая образовалась. И люди со слабыми нервами, они и стали выставлять свои квартиры на продажу. Но вот видите, как оказалось, что прошёл год. И вот смотрите, что здесь даже уже и автомобили заезжают. Это я вам показываю эту же самую улицу, только уже с другой стороны. С другого бока я прошла. И вот тут даже видно, что эти какие-то работы уже проведены тоже с этой стороны. Что-то они даже тут попытались укрепить. Хотя мне не совсем понятно. Вот эти местные, которые здесь живут, они продолжают по этой опасной улице заезжать на своих автомобилях. Вот мне как-то кажется, что они сами себе враги, потому что нужно было бы пока здесь вот это всё вот так вот сложно. И пока это всё здесь ремонтируется, могли бы уж так близко и не подъезжать к опасному месту. Но кто его знает, может быть, что их убедили в том, что ничего страшного. Как я уже сказала, вот взялась эта компания реконструировать и укреплять ступенчато вот этот обрыв. Наверняка всё они и сделают. Здесь такие шикарные, конечно, дома стоят экзотические. Вот смотрите, продолжают ездить автомобили. Вот и я поражаюсь. Куда он едет? Куда он едет? Зачем отсюда едет? Вот там стоит вдалеке женщина, курит. Она как раз здесь живёт. Я поговорила с ней по поводу вот этой вот проблемы. Обрыва. Говорю, тут big dangerous. Но она мне как-то очень бодро заявила, что это никакая не опасность и никаких проблем здесь нет, потому что она уже больше 30 лет живёт в Вентнере. И здесь постоянно случаются такие проблемы. Обсыпается земля. Ну да, обсыпается везде. Вот сейчас её укрепят. И люди будут продолжать жить, как ни в чём не бывало. Хотя, конечно, я что-то сильно засомневалась. Стала поподробнее расспрашивать. А про страховку, про всё остальное, но она тут сразу же запуталась. Ничего она этого не знает. Хотя меня, конечно, всё равно. Но эта улица продолжает интересовать. И вот я тоже думаю, хотела ли бы я купить здесь себе квартиру, когда её кто-то там, очень сильно испугавшись, быстренько продавал. Вы знаете, её продавали в полцены. Но я даже, вы знаете, как-то и не поинтересовалась, и не спросила, потому что не знаю, хотела ли бы я жить постоянно вот в таком вот страхе, не зная, что случится завтра. Так хорошо одета женщина с мужчиной. Посмотрите, идут англичане. И посмотрите, сзади она просто пионерка. А на самом деле глубоко пенсионерка. Вот так вот всегда у них. Они за собой следят до последнего вздоха. Молодцы в этом плане. И ещё хочу вам показать. Здесь же на этом углу стоит такой красивый стенд. И здесь старинные фотографии. Вот видите, написано. Церковь Святой Екатерины, викторианская эпоха. И я показываю вам теперь, как эта же самая церковь Святой Екатерины выглядит сейчас. Как классно. Это просто один и тот же угол. И, наверное, таким образом хотят как-то соединить время. Вот ещё один дом здесь показан. Как он выглядел. Самый старый дом на этой улице. Он тут за церковью сразу Святой Екатерины находится. И что это всё продолжает здесь на этом обрыве стоять без проблем. Стараются каким-то образом успокоить, наверное, людей. Может быть, ещё сотни лет это всё простоит. Кто же его знает? Кроме Всевышнего, как говорится. Ну и последнее я хочу вам показать. Вот такой вот новый здесь открылся салон. Называется Хонда. Но здесь не автомобили продаются Хонда, а вот именно мотоциклы. Посмотрите. Может быть, кому-то интересно. Я мало такого показываю. Но я знаю, что на моём канале также и мужчины тоже смотрят. Из всех моих подписчиков у меня на канале 15% мужчин. И это очень хороший большой процент. Поэтому это видео, господа мужчины, для вас в праздник, в преддверие праздника 23 февраля. И я показываю вам новый английский салон с японскими новыми мотоциклами Хонда. Всем добра, всем здоровья, позитива, всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова